В эфире программа «Свободная тема». Здравствуйте! 9 мая – один из немногих праздников, который до сих пор объединяет всех людей постсоветского пространства. Однако со временем он обретает новые форматы. Фронтовики уходят, их почти нету, поэтому нет возможности вживую услышать их рассказы о войне. Но воспоминания, которые они делились со своими потомками, остаются в памяти. И сегодня у нас в студии потомок участника Великой Отечественной войны, герой Советского Союза Александра Афанасьева, Ирина Афанасьева. Ирина, здравствуйте! Мне приятно видеть вас у нас в студии. Добро пожаловать! Ирина, расскажите немного о себе, кем вы приходитесь герою Советского Союза Александру Афанасьеву. Здравствуйте! Мне тоже очень приятно быть здесь. Спасибо, что пригласили, что не забываете. Получается, что моя бабушка, мама моей мамы, она родная сестра Афанасьева Александра Никифоровича. Ее звали Афанасьева Антонина Никифоровна. Она, так же, как и он, родилась в селе Ганюшкино, Денгизского района. Сейчас Курмангазинского, да? На данный момент Курмангазинский район и село Курмангазы. Да. Она работала всю жизнь учительницей в школе Ломоносова, в той же школе, в которой учился и Александр Афанасьев, ее брат. Вот она младшая сестренка. В общем, в семье... Их было сколько человек? Их было... У мамы и папы родилось пятеро детей, но выросли четверо. Вот. Маму Александра Афанасьева звали Афанасьева Пелагея Никитична, папу Никифор Павлович Афанасьев. Был еще его брат Афанасьев Виктор Никифорович, который тоже воевал. Вот. И потомки его тоже есть в селе Ганюшкино, дочка его Афанасьева Римма Викторовна, которой вот была присуждена медаль. Вот. И она сейчас у нас одна носит фамилию Афанасьевых. Вот. И получается, что в семье их было в общем четверо, он был старше. Вот. Мама его... Ну, все говорят, что мы родом из детства. Правильно? Да. И получается, что вот то, что я, может быть, сейчас вам расскажу, этого нету ни в официальных источниках, ни в интернете, ни написано вот в памятных книгах. Его семья, его мама и его папа, это, в общем, была непростая семья. Получилось так, что его отец Афанасьев Никифор Павлович, он был военным офицером царской армии, морским офицером. Как раньше говорили, он был кормчим на корабле броненосный фрегат «Князь Пожарский». И он, получается, воевал в Первую мировую войну на этом военном корабле броненосный фрегат «Князь Пожарский». И когда закончилась, вы знаете, история эта война, он был несколько раз ранен, списан на берег. Этот фрегат одним из немногих пришел в бухту Санкт-Петербурга нынешнего, практически вот с пробойными, на одном боку, как они рассказывали. И на этом началась уже вскоре другая страница в нашей истории. И он был списан на берег. И Санкт-Петербург каким-то образом, я не знаю, он вот оказался в наших краях, на Каспии. Возможно, он как моряк решил продолжить здесь, в мирных наших местах, продолжить свою службу. Вот. Поселился там и остался, да? И вот он, получается, да, что поселился, да, в селе вот Ганюшкино. Но получается, что он не просто был списан на берег, он был морской офицер, и он был полный георгиевский кавалер. Военный офицер. Военный офицер. И если мы знаем из истории, полный георгиевский кавалер, это четыре георгиевских царских креста. То есть это высшая награда царской армии, равная нашему герою Советскому Союзу, вот, современному. То есть вот у него был мундир с золотыми палетами, офицерский кортик, золотые ножны. Вот. И у нас в доме висела такая картина вот этого броненосного фрегата «Князь Пожарский» с его историей. Был также и мундир, и кортик. Они сохранились, да, у вас? Вот, получается, что... Или просто фотографии это? Они сохранились в доме до момента гражданской войны. Вот село Ганюшкино, Курмангазы нынешнее, переходило несколько раз в руки то красных, то белых. То есть оно было во время... Оно находилось на территории, на линии противоборства красных и белых. И в один момент, в один из дней, кто-то, я сейчас уже точно не могу вам сказать, в общем, кто-то вошел в дом, и вот бабушки приставили вот к пистолету и сказали, что отдавай, пожалуйста, все ценное, что у тебя есть. Вот, ну, видимо, откуда-то они узнали, может быть, кто-то рассказал. В принципе, в доме были только дети, и вот, и ее старенький отец. Ну, ей, конечно, пришлось отдать и мундир, и кортик золотой, то есть его награды. Все, что было? Четыре вот этих георгийских креста, да. Пришлось отдать, потому что, как бы, сами понимаете, жизнь дороже. Но мы знаем все, что он был военный офицер, военный морской офицер, кормчий приносного фрегата князь Пожарский. И получается так, что в то время, когда вот брали интервью у матери, героя Советского Союза, дяди Саши Александра Афанасьева, она не могла про это говорить, потому что, ну, исторически так сложилось, что белые офицеры, они воевали против Красной Армии. Ну, мы все это прошли, это наша история, да. И нигде в официальных источниках, в интернете этой истории нет. То есть сегодня я вам рассказываю ее в первый раз. Это вот то, что хранится у нас, в нашем семейном архиве, вот эта вот история. Получается, что он очень рано, отец Александра Афанасьева, он очень рано ушел из жизни, да. Это прадед ваш, да? Это мой прадед, да, да. Это, получается, моей прабабушке муж. Вот, он очень рано, потому что он пришел после этой битвы, вот, после морского сражения, он был изранен, и он очень мало прожил. Они, вот моя бабушка, она последний ребенок, младший, она не застала своего отца в живых. Прабабушка была в положении, а в это время, в этот, незадолго до ее рождения, отец моей бабушки умер. Он умер от ран. И так было интересно, вот рыбаки и моряки, у них есть такая традиция, что лучше уйти из этой жизни где-то в море. Или когда они болеют, им очень хочется подышать морским воздухом, потому что море – это стихия, это их жизнь, это их радость. Вот, и вот они вывозили его, братья вывозили его на лодке в море, чтобы он подышал воздухом, и вот он привезли его, и он после этого ушел из жизни. И про бабушки, вот у жены, у его жены был жив отец, и он, бабушка мне рассказывала, он сказал, он мне потом рассказывал, что ты маленькая, ты даже папу своего не видела. Он очень жалел ее, что вот она была младшей из всех, и она даже не застала отца. Но дальше можно рассказать историю, как она происходила. Прабабушка осталась одна, макируя Советского Союза, с четырьмя детьми. В то время не было пенсии, не было зарплаты. И единственное, что у них было, это была рыбница, это такой, ну, чуть больше, это как вот наши яхты сейчас, да, небольшие, с парусом. Ей надо было как-то кормить детей, продолжать жить. И вот прабабушка, мама Героя Советского Союза Александра Афанасьева, Альпила Геникична, она выходила в море сама, под парусом. Брала Александра с собой, ему там было лет 14, вот так. И вот они таким образом, потому что село было рыбацкое. И таким образом жили. Был скот, была корова, была лошадь, была птица. То есть вот она в море выходила сама, она ориентировалась по звездам, знала, откуда ветер дует, знала, какая будет погода. То есть вот Александр ей вот с этих лет, с маленьких, помогал, потому что уже отца в это время не было живых. Ну что осталось в вашем семейном архиве о подвигах вашего деда Александра? Наверняка ваши родители рассказывали о нем, о его подвигах. Может быть, он сам рассказывал или письма писал с фронта, может быть. Может быть, сохранились какие-то письма. О чем писал он? Осталось, на самом деле, немного. В основном это, конечно, устный пересказ. Письма оригинала, тоже есть несколько писем. Были несколько писем, но они написаны были на простой бумаге. И они очень в таком ветвом состоянии были. Вот хотела бы сказать, что у Александра он успел жениться до войны, совершенно верно. Он 16 лет, получается, когда организовалось в селе Ганюшкино колхоз, Красный Каспий он назывался. И он 16 лет, его отправили учиться в город Гурев, в ФЗО на электрика. Там он освоил профессию электрика, вернулся в Ганюшкино и занимался электрификацией села. Его очень уважали односельчане, потому что тогда это было нужно очень. И потом он поехал в Гурев, и там, получается, сейчас, вот я точно не знаю, он поступил в офицерскую школу. Он женился, у него родился сын Юрий. Впоследствии он стал военным. И началась война, и, получается, в 1942 году он учился в офицерской школе, но он ее не закончил, потому что в этот момент была битва, если вы знаете, мы знаем из истории, за Сталинград. И каждый человек был на счету, и он ушел добровольцем на фронт. Он не закончил офицерскую школу. Дома остались вот там, в селе Ганюшкино, его супруга и сын Юрий. Вот. Ну, о подвиге. Он воевал на Воронежском фронте. Если мы вернемся в историю, то этот фронт сдерживал наступление фашистов очень долгое время, более 200 дней, которые рвались к Санкт-Петербургу, к Ленинграду, к Сталинграду, который тогда назывался. Он воевал вот на этом Воронежском фронте. Он был пулеметчиком, командиром пулеметного взвода. И потом началось освобождение Украины. Если рассказать о его подвиге, то это произошло во время форсирования реки Днепр. То есть подразделение наступало, переправлялось через Днепр. И нужно было закрепиться на правом берегу Днепра. Вот. Получается, его взвод, он был командиром пулеметного взвода, стрелкового полка. Они закрепились. Он одним из первых переправился. И они закрепились вот на правом берегу. Это дало возможность, так как пулеметы были установлены, это дало возможность под прикрытием пулеметного огня переправляться остальным войскам через реку Днепр. И получается, что так как противник понял, что он потерял, был хороший плацдарм, да, и понимал, что он теряет инициативу, на его взвод начались атаки. Они отразили большое количество атак фашистов, тем самым давая возможность закрепиться всем остальным, кто уже успел переправиться. И получается, что через некоторое время убила командира. И вот в этот момент он взял, была какая-то растерянность, и он взял командование на себя. И вот когда уже мы получили похоронку, прабабушка, приезжал его однополчанин. И вот он рассказывал, что он, он говорит, встал, из окопа вышел, поднялся и вот с криком за родину побежал вперед, вот своим примером, и ворвался вот в окопы неприятеля, и в рукопашную кого-то там скрутил, и за ним побежал весь взвод, потому что командира убили, и немножко была какая-то растерянность. И вот за ним побежал весь взвод. И получается, вот они захватили вот этот вражеский взвод, закрепились там, и дальше продолжали огнем своих пулеметов прикрывать наступление наших, его полка. В это время полк занял высотку. Это село Щучинское, Балыка. Щучинское, как ни странно, в названии звучит наше казахское слово «балык». Мы когда прочитали, мы очень удивились, подумали, ну надо же, как, ничего в этом мире просто так не происходит. Тут Балыка, Щучинское, да, вот село, и вот именно там, и причем все связано с рыбой, да, вот он моряк, он рыбак в свое время был, да. И получается, что вот они своим вот этим, как сказать, то, что они дали возможность взводу и остальным подразделениям закрепиться, они взяли эту высоту, все остальное подразделение, и плотностью закрепились, полностью закрепились на правом берегу Днепра. Вот. Как рассказывал его однополчанин, он был, во время этого он был ранен. Один раз его перевязали, дальше шел бой, невозможно было поднять голову, потому что были атаки беспрерывные со стороны неприятеля. Вот. Потом его ранил еще раз. Вот. И уже потом еще было третье ранение, которое оказалось смертельным для него. Но немножко вот пишется в истории, что это было через несколько дней, но мы сейчас точно не можем сказать, но однополчанин его рассказывал, что вот он дважды ранен, и он продолжал руководить подразделением, потому что командир был убит. Вот. И вот уже третий раз оно оказалось, третье ранение оказалось смертельным. Вот. Но плацдарм был удержан, высота была взята, в это время уже закрепились наши оставшиеся подразделения на позициях, которые были обозначены. Вот. К сожалению, его уже в этот момент не стало. Он вот погиб на фронте же, да? Во время боя. Во время боя. Да, это получается 43-й год. Родные получали письма с фронта от него? Да. Что он интересно писал? Что он интересно, да. Ну вот, если разрешите, я принесла. Да, конечно. Вот супруги он писал и маме. Маме совсем немножко, но это то, что у нас сохранилось. Вот. Сейчас я вам зачитаю. Её звали Нюра. Он её, любя супругу свою, называл Нюся. Вот. И сына звали Юрий. Юрочка. Да. Здравствуйте, дорогая Нюся, мой маленький Юрочка и мама. Шлю вам чистосердечный привет и много наилучших пожеланий в вашей жизни. Дорогая Нюся, сегодня ночью или завтра наше подразделение отправляется в действующую армию, в том числе и я. В каком направлении, неизвестно. В общем, дорогая, очень жаль, что проучился 8 месяцев и не пришлось сдать государственный экзамен. Дорогая Нюся, у меня единственная просьба. Не расстраивайся, береги своё здоровье и здоровье нашего малыша. Расти его, воспитывай любовь к своему народу, родине и к своему отцу. Целую вас с моим котиком несчётно раз, любящий вас до конца жизни, Саша, точка, папа. Это вот когда он закончил, ну не закончил, конечно, обучение в офицерской школе, и их направляли уже на фронт. Это вот он написал письмо. Ещё есть письмо, если хотите, могу ещё зачитать. Здравствуйте, дорогая Нюся, мой маленький Юрочка, мама и Тося. Тося, это вот моя бабушка. Дорогая Нюся, может быть, нас, в частности, меня, на поле боя настигнет несчастье, смерть или тяжкое увечие. Прошу тебя простить меня во всём, растить и воспитывать моего сына в духе коммунизма и ненависти к нашему врагу, германскому фашизму. Вот, дорогая, у меня всё. Конечно, будем ожидать не этого, а быстрейшего разгрома врага и возвращения домой с полной победой. Дорогая Нюся, прошу тебя, не расстраивайся, береги своё здоровье для нашего любимого и единственного сына Юрочки. До свидания, любящий вас Саша, точка, папа. И по скриптум. В общем, прошу набраться большевистского терпения и мужества. Вот такие были патриоты. И вот последнее письмо, которое они получили от него, он написал супруге и своей маме. Это уже 3 сентября 43-го года, а 11 числа он был убит. Здравствуйте, дорогая Нюся и мой маленький котик Юрочка. Шлю привет и много наилучших пожеланий вашей одинокой и скучной жизни. Ну, он, видимо, шутил так. Нюся, на сегодня я ещё жив, здоров. Что будет дальше, это известно одной судьбе. Нюся, покажется странным, что я пишу сегодня второе письмо. Причину тому ты узнаешь из первого сегодняшнего письма. Мама, милая Нюся, прошу тебя, мужайся. Будь большевичкой и если убьют меня, воспитай сына большевиком. У меня всё. Любящий вас Саша, папа. Целую, целую несчётный раз. А маме он написал, я получил задание Родины и ухожу выполнять его, мама, как коммунист. А коммунисты, вы знаете, мамы не отступают. Это было последние два письма. Вот. И вот 11 октября, 29 лет ему было. Его не стало. Его не стало, да. Село Балыка-Щученко, Киевской области. Захоронен он. Он там, да? Он захоронен, да, в братской могиле. Нам прислали оттуда фотографию. У героя Советского Союза, Александра Афанасьева, у него прямые потомки остались? Внуки, возможно? Вот вы знаете, его супруга после окончания войны со своим сыном Юрием, они переехали в Прибалтику. Мы знаем, что он стал военным, его сын Юрий. Кому он обращался в своих письмах. Но потом, когда были какие-то проблемы с коммуникацией с Прибалтикой, у нас потеряла связь. И вот мы писали по старым адресам. Кто-то, пришла какая-то информация, что они переехали оттуда куда-то. Но мы потеряли их след, и, к сожалению, вот так не смогли найти. Мы писали в разные места, вот след пропал. Но мы точно знаем, что если бы Юрий или Нюся были живы, они бы обязательно приехали. Потому что отношения были очень тёплые. И мы их, конечно, все очень любили. И любим, продолжаем любить. Возможно, у него всё-таки есть правнуки, внуки, возможно, да? Возможно это? Вы знаете, неисповедимы пути Господни. Возможно. Возможно, остались. Возможно, да. Но знаете, как мы, вот я хочу сказать, что улица Афанасьева и дом, в котором он родился и жил, до сих пор находится в селе Ганешки. Да, в селе Ганешки. В селе Курмагазы, да. И, конечно, если у него вдруг кто-то остался, то они, возможно, бы и приехали. Ну, конечно, мы надеемся на это. Но вот могу рассказать вам такую историю, что я вот в своём детстве, мы когда вспоминали о дедушке, я могу вам рассказать такую историю про себя. У нас в зале на стене висел его портрет всегда. Большая фотография в рамочке. Вот. И в это время, в моём детстве, было очень много фильмов о войне. И было много историй, когда присылали похоронки, а потом вдруг каким-то образом этот человек возвращался. И вот в моём детском таком восприятии я почему-то смотрела всегда на его портрет, а он на фотографии улыбался на портрете. И вот всегда про него говорили, что он очень был жизнерадостным. Он был такой заводилый, он был таким организатором, лидером, всегда там защищал слабеньких, от кого обижали. Вот такой вот был. И вот он улыбался всё время с портрета, и мне не верилось, что его нет. И у меня была почему-то такая мысль, причём не один год, а прямо вот я помню несколько лет, вот я ждала, что он вдруг вернётся. Вот я никому об этом не говорила, ни бабушке, потому что ей было бы больно, ни прабабушке, его маме. Я помню её прекрасно, я уже была достаточно взрослая, мы с ними истяжили в одном доме. Но я всё время смотрела на портрет, потом смотрела в окно, и мне почему-то казалось, что он вернётся. Вот у меня было такое желание, вернее, такая какая-то странная детская вера, что он вдруг вернётся. Ну что могу сказать? Что это значит быть потомком героя для вас? Ну, если честно, то для меня это большая ответственность в первую очередь. Вас часто приглашали, например, на встречи, в школу? Раньше вот постоянно же приглашали в школу на встречи какие-то вот... Приглашали старших в моём доме, это вот мою маму, мою тётю, потому что они... А, да, в те годы они ходили, наверное. Да, 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 прабабушку, мою бабушку, да. Если честно, то я рассказывала об этом только своему сыну. Я его назвала в честь моего деда, в честь его прадеда, он тоже Александр. Вот, и на самом деле, вы вот правильно спросили, быть потомком, это на самом деле большая ответственность. Вот когда я раньше ездила из Гамешкина в Атерауну, в Курев, да, на поезде, то вот проезжаешь, разъезд Афанасьева, и ты сразу так раз, как-то выпрямляешься на себя, смотришь, как-то тебе становится вот, ну, то есть, не знаю, какая-то ответственность ощущается. Ну, наверное, может быть, это потому, что дома вот такое было отношение, что как бы стыдно поступать неправильно, что вот приходили к нам люди, приходили в дом пионеры, когда были ещё пионеры, приходили октябрята, вот прабабабушка, мама дяди Саши, герой Сесганара, рассказывала детям про него, вот, как он рос, он был весёл, он был хулиганом, она его журила, но он был очень таким ответственным, и он всегда, вот, он был таким заводилой, защищал маленьких, вот, ну, привыкал к ответственности, видимо, вот, так как отец у него очень рано ушёл. И вот это, конечно... Обычный парнишка. Да, обычный, да, обычный он, да, сельский, да, да, вот, проучился, стал электриком, занимался там электрификацией села, потом ходил в море с мамой, кормил фактически семью вместо отца, потому что не было тогда пенсии, зарплат, да, вот, ездил на лошади прекрасно, в общем, то есть, вот такая была у него обычная жизнь, да. Что вы чувствуете? Гордость, благодарность? Что чувствуете, особенно, когда вот рассказывают о войне? Ну, вообще, в первую очередь, я чувствую грусть. Что его нету? Что его нету. Вот, если честно, то нам его очень сильно не хватало, а потому что остался его брат, Фанасий Виктор Никитирович, он был разведчиком, он был несколько раз ранен и пришел с фронта со скоком в ноге, то есть, неоперабельным, вот. И, конечно, я всегда его просила, дяди Саши, деда Саши нету, дед Витя, его звали Виктор, его звали Виктор Никитирович, расскажи про войну, было же интересно. А он сразу менялся в лице, мрачнел и никогда мне вообще ничего не рассказывал. И я вот, помню, маленькая была, я его вечно к нему приставала, они шли прямо рядом через дорогу, там через два дома, вот. Ну, расскажи, ты же был разведчиком, интересно же, наверное. И вот как-то один раз так пристала к нему, а он тоже рыбачил, была лодка, водили скот, ездил за сеном, такой вот, всю жизнь трудился. И вот как-то, помню, брал меня, взял меня с собой на рыбалку, вот. И я как-то ему говорю, дед, ну расскажи. А он так как-то мне сказал, замолчал, сказал, он звал меня доченька, хотя как бы я была ему внучкой, доченька, лучше воду пить и сухой хлеб есть, и чтобы не было войны. Вот это все, что он так сказал. Ну, они не любили говорить о войне. Да, 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 да. И вот он всегда менялся в лице, и вообще никогда ничего не рассказывал. Конечно, нам вот это, то, что вы сказали, мы ощущали грусть, всегда про него вспоминали, и он был веселым, он был балагуром, он пел. Вот, и, конечно, нам его не хватало. Чем является для вас вот День Победы, как потомка героя Советского Союза? Как вы отмечаете каждый год? И в этом году как вы хотите отметить День Победы? Ну, конечно, если честно, то мы всегда помним об этом празднике, и начинаем немножко заранее к нему готовиться. То есть вот в школе Ломоносова, где учился Александр Никифорович, там во дворе стоит бюст, памятник его. И мы, вот сейчас я уже уехала из Ганюшкина, из Курмангазы, но к 9 мая обязательно туда приезжаем, вот, и приходим к этому памятнику с цветами. И в это время там собираются ученики, школа, дети читают стихи, вспоминают о ее подвиге, приходят ветераны, те, кто когда-то был, и сейчас те ветераны тыла, кто остался в селе. Вот, приходит руководство села, Маким, там Макима. Это уже традиция. Да, и это стало традицией, да. И ребята, школьники, одеваются в форму тех лет, одевают пилотки, одевают гимнастерки, вот, танцуют танец под песню «Расцветали яблони и груши». Девочки тоже одеты в юбочки военные, гимнастерки с баньскими. Это, конечно, думаю, что не дает нам забыть о том, что они для нас сделали. И детям нашим, наукам нашим рассказывает вообще. Вот из первых уст, пока еще кто-то жив, вот из тех, кто может рассказать, передается из уст в уста вот эта история. И она становится живой. Она не просто в книжке написана, просто пустые слова, мертвые слова, которые ничего не значат без живого человека. А она становится вот живой историей, которая не придумана, а которая вот случилась в вашем селе. И, как бы, знаете, наверное, это самое правильное воспитание вот нашего молодого поколения. Меня в том числе, да, я себя все-таки по сравнению с своим дедом считаю вот младший, да, и, наверное, это помогает мне жить, это точно помогает. Когда трудно и тяжело, я вот оглядываюсь назад, и кроме ответственности я еще ощущаю и поддержку своих предков. Ну вот люди не вечны, сейчас почти вот фронтовиков, ветеранов войны совсем не осталось. Даже тыловиков и то мало осталось, да, вот. Вам не кажется, вот со временем люди забудут об этой дате? Будет ли тогда иметь смысл праздник вот 9 мая? Ну, хороший вопрос. И я тоже когда-то об этом думала. Могу сказать, что... Или это зависит от их потомков, которые будут продолжать сохранять вот традиции свои, чтобы не забыли историю нашу? Ну вот, хороший вопрос. Вы совершенно правильно спросили. Мне кажется, что это зависит от каждого из нас. Вот если вы вернетесь назад к своим предкам, и каждый, кто посмотрит на историю своего рода, своего племени, он там найдет тех, кто воевал, или тех, кто погиб. А нам как сказано? Помните своих предков. Или, как говорят древние, говорили древние народы, которые не помнят своего прошлого, у него нет будущего. Поэтому вот от каждого зависит. От вас, как от журналистов. И спасибо вам большое, низкий поклон, что вы делаете свою работу, что вы не даете забыть историю. От тех, кто преподает историю в школах. Хотелось бы их поблагодарить за то, что они проводят дополнительные классные часы, рассказывают, как это все было, поднимают историю, рассказывают детям. А когда слово произносится, то оно становится живым. Оно не написано где-то в какой-то книжке, оно начинает жить в сердцах наших детей. А у нас очень хорошие дети, если вы посмотрите, у нас очень хорошая молодежь. Какие они красивые, какие они умные, какие они способные. И мне кажется, что они достойны хорошего будущего. А для того, чтобы у них было хорошее будущее, они должны помнить своих предков, свое прошлое, какой ценой завоеванное их счастье. Поэтому я думаю, что и Бессмертный полк, и Парад Победы, и вот такие встречи, воспоминания в студии, или где-то в школах, или на уроках истории, они очень будут помогать, будут работать на процветание нашей страны. Потому что очень бы хотелось, чтобы наша молодежь жила и радовалась. Вот как-то нужно прививать историческую память нашему подрастающему поколению. Да, совершенно верно. Но это вот и работает, когда они слышат слово, воспоминания, слово о подвиге, слово благодарности своим прадедам. Когда они идут, если обратите внимание, на маленьких мальчиков я обратила внимание, когда они идут в этих гимнастерках маленького размера, с пилотками, и несут в руке табличку с портретом своего прапрадеда, вы знаете, у них совершенно особенные лица, и у них совершенно особенные глаза. Они счастливы, хотя они, в принципе, этого дедушку не видели никогда. Они видели только фотографию. Но он почему-то оживает, и вот они чувствуют, что это его предок. И вот он у него там где-то за спиной стоит и помогает ему дальше идти по жизни. Мне кажется, это не умрет, пока кто-то будет помнить. Да, кто-то не будет бояться об этом рассказать, несмотря на какие-либо политические изменения. Если мы с вами будем помнить о наших предках, будем о них рассказывать, то наши дети будут знать, какое со мной завоёвано их счастье. И тогда они и дальше будут нести вот этот портрет своего прапрадеда, и будут знать о подвиге, и будут также чувствовать ответственность за то, что они прапотомки, героев, и они должны быть достойными их памяти, они должны не посрамить, они должны быть такими же честными, такими же смелыми, такими же патриотами своей родной страны, должны гордиться со своими героями, да? Конечно, конечно. Ну вот в конце программы хотелось бы услышать ваши пожелания в этот день. Ну, знаете, я, наверное, не хочу повторяться, говорить какие-то там слова, которые мы привыкли слышать. Если, позвольте, я могу зачитать небольшое стихотворение какое-то. Вот, и если... Оно, в принципе, звучит очень часто, звучит. Обращаясь ко всем потомкам и тем, кто помнит эти страшные дни, хочу сказать, помните через века, через года, о тех, кто уже не придёт никогда. Помните, не плачьте, гордость держите стоны, горькие стоны, памяти павших, будьте достойны. Хлебом и песню, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием, будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какую ценой завоёвано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полёт, помните о тех, кто уже никогда не споёт. Помните, детям своим расскажите о них, чтобы запомнили, детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните. К мерцающим звёздам, ведя корабли, помните. Встречайте трепетную весну, люди земли, убейте войну, проклините войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Ну а тех, кто уже не придёт никогда, заклинаю, помните. Спасибо, Ирина, за то, что нашли время, пришли. Спасибо за интервью. Желаю вам всего доброго, всего хорошего. Спасибо большое, что пригласили. Пусть будет мир на земле. Уважаемые телезрители, в нашей программе принимало участие потомок участника Великой Отечественной войны, герои Советского Союза Александра Афанасьева, Ирина Афанасьева. Всего доброго. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова